Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл бесед для библейского портала экзегет.ру. И читаем мы 25 главу книги притчи Соломоновых. Напоминаю, что читаем два текста. Это текст, в основе которого лежит греческий, септуагинта. И он был переведен, этот текст септуагинта был переведен на славянский, церковно-славянский. Мы его слышим в храмах. И потом его перевел профессор Юнгеров. Вот этот текст мы читаем. И сравниваем его с синодальным текстом, который является переводом еврейского текста. Разные нюансы, разные оттенки смыслов. Это всегда интересно. Итак, первый стих. Это стих, по всей видимости, не самого Соломона, естественно, а переписчиков. Говорится здесь следующее. Сии притчи Соломона, не приведенные в порядок, которые списали друзья езекий царя иудейского. Ну вот так какая-то такая информация техническая попала в первый стих 25 главы книги притчи Соломоновых. Но далее, собственно, уже начинают слова самого Соломона. Слава Божия скрывает слово, а слава царя почитает дела. Небо высоко, земля глубока, сердце же царя неисследимо. Куй неочищенное серебро, и все начисто очистится. Не щади нечестивых перед лицом царя, и престол его утвердится правдою. Не гордись перед лицом царя, и на месте знатных не становись. Потому что лучше тебе, когда скажут, взойди ко мне, нежели когда понизят тебя перед лицом знатного. Вот этот отрывок, да, такой, он говорит о благочестивом и могущественном царе. И о том, что его власть над подданными не ограничена. И вот второй стих, он здесь несколько отличается. Вот смотрите, слава Божия скрывает слово, а слава царя почитает дела. Здесь говорится следующее, слава Божия облекать тайною дело, слава царя исследовать дело. Наверное, в синодальном переводе понятнее, о чем идет речь. Слава Божия облекать тайною дело. То есть Бог славен, когда он действует неявно, но когда через тайные его поступки, и через тайные дела, через его промысел открывается богатство его любви, и люди становятся счастливы, жизнь их наполняется правдой и истиной, и радостью. А слава царя исследовать дело. То есть если для Бога, вот то, за что его прославляют люди, это вот этот промысел, которым он ведет человека, то царя, потому что что значит слава царя? То есть царя прославляют за, да, за что? Что? Слава царя исследовать дело. Исследовать дело. То есть быть мудрым, внимательным, потому что от царя зависит очень многое. Он же выносит главное судебное решение. И поэтому тот царь славен, который обдумывает дела свои. Далее. Не щади нечестивых перед лицом царя, и престол его утвердится правдою. Не гордись лицом, не гордись перед лицом царя, и на место знатных не становись. Вот не щади нечестивых перед лицом царя, то есть не старайся скрыть неправду, не старайся скрыть злые дела, не старайся выгородить людей нечестивых. И речь здесь не идет обязательно об обвинении, хотя судебная система израильская, она была именно так устроена. Человек должен был прийти и обвинить другого, если он знает нечто. И свидетелей должно было быть несколько, чтобы избежать навета. И осудивший должен был первым бросить камень, если, например, нарушение этой заповеди каралось, например, каменованием, то есть побиением камнями. Это не щади нечестивых перед лицом царя, и престол его утвердится правдою. Почему? Если человек, например, обличает преступника, и царь его готов пощадить из-за его слов, то этот человек не должен его щадить. Почему? Потому что престол самого царя утвердится правдой. То есть тогда царь сможет рассудить правильно, справедливо. А это, конечно же, очень важно. От праведного суда царя зависит просто жизнь всего общества. «Не говори, что видели глаза твои, не вступай скоро в тяжбу, чтобы впоследствии не раскаяться, когда друг твой осрамит тебя». Здесь под другом, конечно, подразумевается соперник на суде. Здесь речь не идет о том, что друг стремится осрамить друга. Речь идет именно о том, что если ты вступаешь в тяжбу, вот восьмой стих, говори, что видели глаза твои. То есть не обманывай, не лукавь. Вот что видели твои глаза, то и говори. Не скрывай правды, не изменяй правду, не иди против нее. Поэтому не вступай скоро в тяжбу, чтобы впоследствии не раскаяться. То есть не торопись. Если ты прав, сделай все правильно. Если ты не прав, лучше не вступай ни в какие тяжбы, потому что ты только проиграешь. Только проиграешь. «И тогда соперник твой осрамит тебя. Отступи назад, не пренебрегай, чтобы не осрамил тебя друг». Ну, здесь под другом опять имеется соперник твой. Вот что значит «отступи назад и не пренебрегай». В синодальном тексте это звучит так. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай». Совсем разный текст, конечно же. И в синодальном переводе речь идет о том, чтобы вести дело, которое к тебе относится, но не открывать тайны другого человека. Тем более, если они, например, могут повлиять на суд, на его решение. «Отступи назад и не пренебрегай». Чем не пренебрегай? То есть, если ты чувствуешь, что ты неправ, если ты чувствуешь, что ситуация развивается явно не в твою пользу, не пренебрегай вот этим советом отступить, прекратить, прекратить всякий суд, если ты знаешь, что ты неправ. И тогда ты не будешь посрамлен. «Ссора твоя и вражда не прекратится, но будет для тебя равна смерти. Милость и дружба освобождают. Сохрани их для себя, чтобы не быть тебе в поношении. Сохрани пути твои благоустроенными». Вот «ссора и вражда», если ты неправедно обвиняешь другого человека, если ты с нечестным обвинением приходишь в суд, или если ты, например, говоришь не то, что видели глаза твои, не думай, что потом ссора и вражда прекратятся, потому что люди не прощают клеветы, не прощают ложного свидетельства. И это будет для тебя равно смерти. Напротив, милость, то есть прощение и дружба освобождают. Сохрани их для себя, чтобы не быть тебе в поношении. Далее. «Золотое яблоко в сердоликовом ожерелье. Слово, сказанное прилично. В золотую серьгу встраивается и драгоценный камень. Так мудрое слово входит во внимательное ухо. Как прохладный ветер во время жатвы бывает полезен от зноя, так верный вестник для посылавших его. Он доставляет от раду душам, пользующихся им». Что это значит? Праведное слово, мудрое слово так же прекрасно, вот для Соломона, да, удивительный такой образ, так же прекрасно, как эти ювелирные украшения. «Золотое яблоко в сердоликовом отражении», «Драгоценный сердолик в золотой серьге». То есть это какие-то очень красивые вещи, которые Соломон сравнивает с добрым и правильным словом. То есть вся вот эта глава уже, первая, по крайней мере, половина стихов, она вся посвящена правильному поведению на суде, правильному поведению во время тяжбы. «Не судись, если ты неправ». Далее, «Что ветры, облака и дожди, показывающиеся, то и хвалящиеся ложными подарками. В долготерпении благополучие царей и мягкий язык сокрушает кости». Эти два стиха отличаются в переводе Юнгерва от синодального перевода. Значит, Юнгеров пишет, «Что ветры, облака и дожди, показывающиеся, то и хвалящиеся ложными подарками. 14 стих в синодальном тексте звучит так, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающийся ложными подарками». Этот текст понятнее, 15 стих в синодальном переводе понятнее. Что это значит? То есть человек, который на самом деле не имеет в душе оснований для тех даров, которые ему открыты, если он только хвалится чужими подарками, но сам внутри пуст, то, конечно же, как пишет Соломон, такой человек подобен туче и ветрам без дождя, то есть бесполезным, бессмысленным. Здесь надо понимать, что люди в то время в основном пользовались дождевой водой, и вот туча без дождя – это пустое место, это не приносящее пользу явление. Туча есть, а дождя нет. Люди ждут от нее дождя, но дождь не приходит. И для Соломона это такое довольно сильное сравнение бессмысленного, бесполезного человека. «В долготерпении благополучие царей, и мягкий язык сокрушает кости». Интересно, вот это выражение тоже отличается в синодальном переводе. Звучит оно следующим образом. «Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости». В кротости, кротостью склоняется вельможа. То есть здесь речь идет о том, как к вельможе относиться. С кротостью, смирением, и вельможа, видя, что человек ведет себя именно так, он может склониться к решению его проблемы. Интересно, что перевод Юнгерова с субъектом вот этих отношений ставит совсем другого человека. Он говорит о царе. «В долготерпении благополучие царей». То есть царь тоже не должен быть спешащим, царь тоже не должен быть таким, не думающим, не взвешивающим своих решений. «В долготерпении благополучие царей», «Во вдумчивой, долготерпеливой жизни». Далее Соломон пишет. «Нашедший мед, ешь умеренно, чтобы, присытившись, не изблевать. Редко вступай ногою твою к другу твоему, чтобы, присытившись тобою, он не возненавидел тебя». Человек находит полноту в разнообразии, человек находит полноту в общении со всеми людьми и в разной пищи. И поэтому, сколь бы ни был приятен мед, как такой образ чего-то полезного и сладкого, даже им нельзя присыщаться, потому что даже он может оказаться вреден, может быть изблеван, отторгнут человеком. Интересно, что далее следующий текст, как бы повторяющий по форме текст предыдущий, говорит уже о друге. «Редко вступай ногою твою к другу твоему, чтобы, присытившись тобою, он не возненавидел тебя». Очень похоже на то, что делается с медом, только мед потребляет сам человек, а здесь тобою присыщается твой друг. Так вот, это может показаться странным, но на самом деле, когда человек употребляет что-либо без меры, он устает от этого. Если это пища, он не может дальше вообще есть, ему становится плохо. Если это общение, если это какие-то книги или что бы то ни было еще, все необходимо в меру. Люди, которые даже, даже вхождение в церковь должно быть постепенным. Иногда люди совершенно не готовые к тому, чтобы вести христианский образ жизни, берутся с таким рвением за него, что в итоге проходит несколько месяцев или, допустим, лет, и они надрываются в этой своей церковности, и в итоге последнее их состояние оказывается хуже первого. Далее Соломон пишет, «Кол, меч и острая стрела – человек, ложно свидетельствующий на друга своего. Путь злого и нога законопреступника погибнут в день бедствия. Как укус вредит ране и дым глазам, так проявившаяся в теле страсть печалит сердце». Вот интересный 19 стих отличается в синодальном переводе. Путь злого и нога законопреступника погибнут в день бедствия. Здесь речь идет о том, что человек, который идет по закону, по пути преступления, по пути нечестной жизни, в день бедствия, то есть в день пришествия Бога, в день, когда Бог вступает в историю Израиля, вот в этот день, день бедствия, такие люди погибнут. В синодальном тексте звучит следующее, что сломанный зуб и расслабленная нога – то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Смысл отчасти понятен, но опять синодальный перевод говорит о том, как нам воспринимать это, если мы собрались опираться на вот этот самый путь злого, на того, кто назван здесь «сломанный зуб и расслабленная нога», «что сломанный зуб и расслабленная нога», то надежда на ненадежного человека, вот тот, кто назван здесь ненадежным человеком. В переводе Юнгерова немножко иначе. Путь злого и нога закона преступника погибнут в день бедствия. То есть речь идет не о тебе, когда ты опираешься на злого и закона преступника, речь идет о нем самом. Но так или иначе, смысл того, что говорит Соломон, ясен. В итоге и законопреступник, и тот, кто на него опирается, погибнут. Как уксус вредит ране и дым глазам, так появившаяся в теле страсть печалит сердце. Действительно, это очень интересное наблюдение, потом в святоотеческой литературе многократно подтвержденное. Человек, который забывает о вреде страсти, страсти о том, что она вредна, сказывается на его жизни. Он эту страсть реализует, но в итоге ему оказывается еще хуже и еще печальнее. Как моль одежде и червь древу, так печаль вредит сердцу человека. Интересная мысль о том, что человек не должен печалиться, потому что это подтачивает его жизненные силы. И далее Соломон говорит, «Если голоден враг твой, накорми его, если он жаждет, напои его, ибо творя сие, ты собираешь на голову его угли огненные, Господь же вознаградит тебя благом». Очень интересный образ, он может быть воспринят как такой жестокий, человек даже может сказать. Но что же, о чем идет речь? «Если голоден враг твой, накорми его, дабы собрать ему на головы горящие угли». Для нас сегодня это ужасный образ. То есть человек, допустим, враждует с кем-то, он должен ему помочь, позаботиться о нем, и через это вот горящие угли падут на его голову. Но мы просто вне контекста, пребываем вне контекста ветхозаветной культуры. Для Ветхого Завета горящие угли, или потухающие вот такие угли, это образ пепла, конечно же. То есть и когда человек каялся, когда человек сожалел очень сильно, очень сильно переживал, он посыпал голову пеплом. Этот образ многократно встречается в Священном Писании. Так вот, если у тебя есть враг, и он ждет, привык, что вы враждуете, а ты вместо этого накормишь его и напоишь его, ты соберешь ему на голову пепел, то есть он раскается. Вот о чем здесь идет речь. Не сделать ему больно, а через добрые дела, которые к нему обращены, привести его к покаянию. Господь же вознаградит тебя благом. То есть если ты сумеешь к врагу обратиться как к другу, если ты сумеешь не столько отомстить ему, если ты вообще сможешь ему не мстить, а вместо этого сможешь поддержать его, то и он раскается, примирится с тобой, и Господь вознаградит тебя благом. Далее. Северный ветер поднимает облака, а бесстыдное лицо раздражает язык. Лучше жить в некрытом углу, нежели в обширном доме со сварливой женой. Как холодная вода, приятно жаждущей душе, так добрая весть из земли дальней. Как нехорошо заграждать источник и губить родник, так же неблагопристойно праведнику пасть перед нечестивым. Ну вот здесь в нескольких словах Соломон говорит о том, что человек раздражающий, злой, сварливый, он мешает жить мирно другому. Напротив, если есть добрая весть, если она приходит в жизнь человека, то такая весть радует его. И дальше он интересно говорит, как нехорошо заграждать источник и губить родник, так же неблагопристойно праведнику пасть перед нечестивым. Вот довольно такой образ необычный. Почему? Потому что как губится источник чистой воды, который может остальных просвещать, который может быть полезен для всех, так праведник, который падает перед нечестивым, он не дает спасения самому нечестивому. Он этого самого нечестивого губит своим падением. Вот это отдельный большой разговор должен быть о том, что значит падение праведного перед лицом нечестивого. То есть обычно праведник многократно употребляет эти образы в Ветхом Завете и в Новом Завете, как светильники в мире, как светильники, то есть люди, на которых равняются. Даже если человек не имеет в себе сил равняться на праведника, он, по крайней мере, понимает, что он грешник, и что надо идти к праведности, надо изменяться. Напротив, человек, который падает, если он был праведен и вокруг были грешники, он должен понимать, что его падение приводит к падению большого количества людей. Почему? Потому что если он праведник себе такое позволяет, если он смог так поступить, это означает, что человек грешный, он просто ощущает, что ему дали позволение поступать так же. Он дальше еще может деградировать, потому что даже праведный ведь себе такое позволил. И далее 28 стих. Есть много меду нехорошо, также нужно ценить и хвалебные слова. Почему? Потому что мед, когда он чрезмерно употребляется человеком, может привести из-за сахара, может привести к болезни. Также к болезни могут привести и хвалебные слова. Человек может расслабиться внутренне, поэтому ценить хвалебные слова нужно, но как мед, то есть употреблять их понемногу. Совсем без хвалебных слов человек может впасть в уныние. Он может подумать, что совершенно ничего доброго он в жизни не делает, ничего хорошего в его жизни не происходит. Конечно, так рассуждать невозможно. Но с другой стороны, и совсем много хвалебных слов могут человека погубить. И далее Соломон заканчивает главу таким стихом, что город с разрушенными стенами и без ограды, то и человек, поступающий без совета. Город без ограды, для нас сегодня все города без ограды, мы можем приехать в любой город, и никакой ограды нигде не найдем. Почему? Потому что в рамках страны между городами нет соперничества. Потому что страна по кругу, по периметру защищена пограничными войсками. В древности каких-то специальных войск, которые сидели на границе, не было. Была страна, она воспринималась как страна, но люди должны были сидеть в крепости. Даже там вдоль границы могли построить крепость, но так или иначе люди все равно сидели в крепости. Почему? Потому что если они без крепостных стен, в любой момент могут прийти враги и напасть на них. И вот Соломон пишет, что город с разрушенными стенами и без ограды, то и человек, поступающий без совета. А что это значит? Это значит, что такой человек подвержен разного рода влияниям. Любое плохое, жестокое, грубое влияние сразу же приносит ему скорбь, тесноту, приносит ему несчастье. И поэтому, как город должен быть огражден, так человек должен спрашивать совет. Этот совет оказывается для него как оградой. Совет оказывается для него опорой, основой, на которой он делает себя недостижимым для вот такого рода нападков и уничтожающей критики. И, конечно же, Соломон обращается не только к своему сыну, он обращается к нам. Мы должны стремиться жить не только своим эгоистичным умом. Конечно, жить своим умом очень важно, потому что это развивает в человеке ответственность, это делает его творческой, свободной личностью. Но при этом важно и слышать совет, потому что нас окружают мудрые люди, наши родители, наши старшие друзья. И именно они своим советом могут оградить город нашей жизни, город нашей души от нападения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова